Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают И вот главные победы Любимым героем стал Макс из сериала «Кухня» А также Макс заслужил награду «Эпик фейл года», а их союз с Викой получил номинацию «Свадьба года» Любимой героиней стала «Обворожительная Катя» из сериала «Кухни» Самым лучшим поцелуем стал поцелуй Макеева и Юли из сериала «Молодежки» Злодеем года стала Виктория Олеговна, также сериал «Молодежка», а специальный приз – выбор телезрителей Получил Борис Клюев, исполняющий роль Николая Петровича из сериала «Воронины» Поздравляем всех победителей и желаем им дальнейших наград 2015 год в России объявлен Годом литературы И, по моему мнению, не напрасно Ведь все чаще современное поколение в поисках информации и интересных историй заходит в интернет, а не в библиотеку Копирует цитаты и статусы вместо того, чтобы попытаться самому поразмышлять или написать красивое стихотворение Но не все потеряно, пока есть люди, которые живут литературой Мыслят стихами и делятся ими с окружающими на литературных вечерах На одном из таких вечеров побывал и наш корреспондент Я, как Пушкин, тоже гений, вдохновением дышу И устав от сновидений по ночам стихи пишу Эти строки как раз о этих молодых поэтах, которые сегодня собрались на литературном мероприятии под названием «Однажды зимой» Помочь простым, душевным словом Дай то, чего тебе не жаль И тут же в зеркале суровом туманной скроется хрусталь И мир заметно потеплеет, а вместе с ним душа твоя Так помоги же, будь добрее Да будет солнечная земля В этот день начинающие поэты делились присутствующими о сокровенном и наболевшем Ясным и непонятным, через рифмы, через душу, в тишине и эмоциях Однако писать стихоплеты могут не только о чем угодно, но и даже на ходу Прибавьте-ка звук и радость не лица Вновь с вами сегодня программа «Столица» О том, что хорошего в мире творится, сегодня мы речь поведем Из первых рук новости и события, различные городские открытия Если к жизни активно решил приобщиться, на СТС мы вас ждем Поэты по большей части интроверты Многие стихи остаются в дневниках, никем не услышаны И для того, чтобы поэтические сроки не пулились на полках Молодые творческие решили проводить литературные встречи Я пишу стихи и, наверное, именно поэтому заразилась идея проводить такие вечера в более раскованной обстановке Мне очень нравится работать с этими людьми Я бы не сказал, что работать, я с ними отдыхаю Когда с ними общаешься, ты разговариваешь о нечто более глубоком, нежели о рутине, о каких-то ежедневных вещах Молодые поэты уверены, что несмотря на модные течения, исторические процессы и политические события Вечным поводом для стихосложения является любовь Пишу, наверное, со школьных времен, долгое время не писала Потом как бы рассталась со своим любимым человеком И, так сказать, ностальгия Вновь начала писать Вообще это очень близко мне творчество И фотографии, и стихи, и все, что с этим связано Также песни Вот, то есть просто передаешь свои чувства, свои эмоции И очень, если честно, нравится, когда люди это оценивают Я помню облик твой нечеткий, твои жестокие черты Твой взгляд презиренный равен сердце, любовь оставит позади Тебе я знаю, без сомнений, мой Бог не дал благословения Любви и счастья на пути, а ты остался позади Столько много людей Это очень интересно Потому что, на самом деле, я всегда знала, что у нас в Чите много творческих людей Но это удивительно, что их так много Что можете пожелать начинающим поэтам? Я могла бы пожелать не стесняться, но это достаточно финально Читать больше, чтобы было больше интересных, опять-таки, рифм Чтобы было больше интересных слогов в стихах То есть, чтобы они, вдохновение, чтобы больше было А в книгах очень много вдохновения Ну что ж, литературный вечер подошел к концу И поняли мы вещь одну Сочинять стихи совсем непросто С вами были Маша Овчарук и Василий Вкостя Продолжение следует...